В областной травмпункт обращается все больше граждан в среднем 70 за день. Причина тому гололед на улицах города, как отмечают врачи, чаще всего люди травмируют голову и ноги. С приходом холодов ситуация ежегодно повторяется, как ведут работу коммунальные службы, чем обеспокоены жители областного центра и почему важно выбирать правильную обувь, расскажем далее. Ботинки с широкой устойчивой подошвой, ребристой или шипованной поверхностью помогут спасти себя от травм во время гололеда. Кроме того, стоит следить за погодой, отмечают врачи. Каждый человек несёт ответственность за своё здоровье сам. «Чаще всего люди получают травмы на улице, когда идут в школу или на работу. Из-за перепада температур и осадков образуется гололед. В такое время, если вы не работаете, сидите на пенсии и сидите дома. Не выходите на улицу, будьте осторожны, выбирайте правильную нескользкую обувь, смотрите под ноги, оценивайте ситуацию». Зима уже вступила в свои права несколько недель назад, несмотря на то, что на календаре ещё ноябрь. С приходом холодов и обильных осадков в виде снега у специалистов ЖКХ работы прибавилось. Теперь нужно очищать улицы и отсыпать инертный материал на тротуарах. Несмотря на то, что у ответственного ведомства есть чёткий план и график работ, жители областного центра всё ещё передвигаются с опаской. Отмечают, песка под ногами не видели, скользко. Специалисты городского отдела жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог говорят, что на улицах города работы ведутся посменно и ежедневно. «В сегодняшний день в течение двух недель производятся работы по вывозу снега, в том числе проводятся работы по очистке дороги, также и тротуара. На сегодняшний день вывезено уже порядка двух тысяч с половиной кубометров снега, также порядка 35 кубов песко-соляной смеси». Данную работу коммунальные службы будут проводить на протяжении всего зимнего периода.